Энергетические напитки Одним словом, все, кто устал, но должны чувствовать себя бодрым на все 100%. Наши журналисты решили разобраться, действительно ли этот чудо-напиток не даст заслужить прямо на рабочем столе. Все подробности в материале «Фаузи Интер». Нескончаемые гастроли, концерты, съемки клипов, интервью, вечеринки. У Дета, Арнау, Нуржана и Салтанат просто бешеный график. Впрочем, как и у всех эстрадных артистов. Оказалось, что силы молодые певцы черпают в баночке энергетического напитка. Я не скажу, что я совсем не пью. Я пью временами, когда захочется, когда не надо спать, надо куда-то на самолет с утра. Ночью не спал, а с утра самолет. Надо продержаться 2-3 часа. И вот из-за этого пьем, чтобы поддержать свою энергию, чтобы не прострелить. Народные любимцы и не подозревают, что всевозможные стимуляторы бодрят тело и дух лишь временно. И если они продолжат в том же духе, то последствия могут быть самыми плачевными. Нет, вот эту информацию мы не знаем. Если вы нам скажете, мы будем знать. Подсказать о негативном влиянии энергетиков на сердце вызвали специалисты Института кардиологии. Есть такая информация, что сердце в среднем человеческое бьется около 6 миллионов раз за всю жизнь. И говорят так, вот эти 6 миллионов ударов можно прожить за 70 лет, а можно его продлить и до 140, если экономить работу ударов сердца. Пока у нас рынок энергетиков только набирает обороты, то во многих западных странах эти напитки уже стали вне закона. В Австралии и Новой Зеландии продажа и производство энергетических напитков уже запрещены. А в Дании Норвегии их продажа производится только через аптеки, потому как они считаются лекарственными препаратами. Энергетические напитки, они состоят из чего это? Прежде всего это углеводы, сахара допустим. Потом тонизирующие компоненты, это прежде всего кофеин, аминокислоты, это, например, зачастую это таурин. И витамины группы В. И, в общем-то, вот такие напитки, которые тонизирующие, они должны тоже употребляться, ну, как сказать, не повседневной жизни, не постоянно употребляться, а именно при определенных, например, ситуациях. Всевозможные складки и стимуляторы, оказывается, вовсе не восполняют силы, а наоборот, помогают организму быстрее израсходовать запасы имеющейся энергии. Энергетических напитков, ну, то есть две банки, вот, например, за сутки. Ну, и, конечно, нельзя употреблять напитки, не рекомендуется употреблять энергетические напитки детям до 18 лет, кормящим беременным, пожилым людям, людям, которые страдают бессонницей, людям, которые страдают различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией. Арнаутцы признали, что не проще восполнить силы где-нибудь в ауле с помощью кумыса. Но такое удовольствие – настоящая редкость, и не всегда под рукой сетуют артисты.